Книга «Открытым оком», 29 том. Тема «Монашество». Вопрос, 4017. Столько прозорливых в церкви! Но почему никто не говорит? Почему так часто горят храмы и монастыри? Может, не одна причина замкнула электропроводку? А может, у нас что-то замкнуло, и мы давно слепые? Ответ Игнатия Тихоныча Лапкина. Хотя при пожаре, как и при венчании, бесполезно давать советы. Но есть и на эти темы дельные рассуждения. Кавычки открываются. Мужской монастырь во имя святых царственных страстотерпцев, расположенный в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом, гордость и слава Екатеринбургской епархии. Ее визитная карточка. 30 апреля сего года, в среду Светлой Седмицы, в этом монастыре сгорело дотла двухэтажное деревянное здание площадью 300 квадратных метров. На первом этаже была иконная лавка, в скобках, правильнее бы сказать, монастырский универмаг, наполненная разнообразным товаром общей стоимостью более 10 миллионов рублей. На втором – музей царской семьи, любовно создаваемый группой энтузиастов. Рыночную ценность экспонатов музея сейчас вряд ли уже удастся определить. Да и зачем? О происшедшем пожаре сообщили почти все ведущие СМИ, в том числе и православные. Одни со скорбью, траурно, другие с плохо скрываемыми злорадством и ехидством. Бойкие журналисты отметили, что это уже не первый, а второй пожар в монастыре агентства Регнум. Но на сей раз культовые строения, надо понимать храмы, не пострадали. Журналисты ошиблись. Это был не первый и не второй, а четвертый пожар. Первый пожар летом 2002 года при первом наместнике иеромонахе Сергии Романове уничтожил строение, в котором располагалась келья эконома, склад, столярная мастерская и келья трудников. Удалось вытащить только сейф. Второй пожар 2006 года уже при втором наместнике Игумени Феодосии за каких-то два часа ликвидировал дом из трех келей с верандой, находящийся за монастырским забором, в котором жили вначале строители, а потом монастырская охрана. Третий пожар 5 ноября 2007 года серьезно повредил храм во имя преподобного Иова Многостородального, соединенный с архиерейским подворьем, в скобках, в котором владыка бывает весьма часто. Крытый галереей. Рухнул шатровый купол с крестом, сильно обгорелись стены. Антиминс пришлось выносить из алтаря иеромонаху Стефану с риском для жизни. Память об этом злополучном событии в виде четырех жирных пятен осталась на антиминсе навсегда. В скобках в центре его зашиваются частицы мощей святых, вделанные в восковую капсулу. Антиминс, как и положено, был свернут вчетверо. Воск расплавился и оставил пятна. Антиминс пострадал бы сильнее, но его закрыло от огня на престольное Евангелие в металлической обложке, которая реставрации уже не подлежала. И, наконец, четвертый пожар. Здесь журналисты также были неточны. Во-первых, сгоревшие лавка и музей находились не снаружи, как указали многие, а вблизи от главного входа. В скобках святых врат. Но все же внутри монастыря. Во-вторых, культовое здание, надвратный храм в честь Иверской иконы Божией Матери, все же пострадало, и довольно сильно. При тушении огня пришлось разбирать крышу. Стены частично обуглились и сильно прокоптились. Антиминс тоже пришлось спешно эвакуировать. Какой-то человеческий злой умысел во всех этих событиях не просматривается. Все их можно списать на случайность. Трагическое недоразумение. В крайнем случае на халатность. Но ведь так может рассуждать атеист, безбожник, но неверующий человек. Не надо быть слишком экзальтированным, склонным к фантазированию, или мистически настроенным, чтобы увидеть закономерность в этих пожарах. Первые два, примерно равные по своему значению и последствиям, являются простым предупреждением о том, что в монастыре что-то делается не так. Третий, в котором уже пострадали святыни, горели храмовые иконы на престольное Евангелие, явился вторым звонком и грозным предупреждением. Четвертый пожар явился третьим и последним предупреждением, показавшим волю Бога живого. Пострадали святыни в храме, полностью уничтожена коллекция материалов, подборка фотодокументов, памятные предметы и реликвии, связанные с царской семьей, глубоко почитаемой в среде православных верующих. Но главный знак и мистическое значение пожара, думаю, все же не в этом. По Божьей воле уничтожена иконная лавка с товаром, Мамонна, Молох и Астарта Ганиной Ямы, многоликий бог стяжания денег и материальных благ, питающий безудержную страсть к роскоши и богатству. В скобках, правда, остались еще торговые точки в Екатеринбурге и других городах епархии, составляя конкуренцию торговой империи другого монаха-миллионера, схи-игумена Авраама Рейдмана. Этому богу стал служить монастырь, направляемый жесткой рукой игумена Феодосия. А власть его действительно жесткая. Разве никто не видел игумена в бешенстве, срывающего клобуки и мантии с монахов Ферапонта и Марка, и топчущего их ногами, заодно только не по нему сказанное слово? Разве можно отрицать многочисленные публичные оскорбления и издевательства над ееромонахом Иовом, единственным, кто осмелился требовать от наместника убрать с бутылочных этикеток брелков для ключей, кружек и прочего товара изображение монастырских храмов с крестами, прекратить пренебрежительное отношение к священным изображениям, неизбежно возникающее при массовой торговле? Кстати, церковный товар нередко продавался рядом с совсем не церковными, например, ковриками с изображением животных, знаков зодиака. — Что общего у церкви с астрологией? — спросите вы. — Наживо. Все это делается по благословению владыки, — говорил наместник. Отец Иов один ходил по территории монастыря и собирал брошенные бутылки, пакеты, скорлупу от пасхальных яиц, заглядывая в урны и мусорные баки, с тем, чтобы предотвратить поругание святынь. Игумен его называл болящим. Над ним смеялись. В конце концов, его выжили, троеточие. И досмеялись. А разве нет свидетелей регулярного посещения наместника людьми с многочисленными наколками и характерным уголовным жаргоном, в скобках, почти всегда в 2-3 часа ночи, с инструктированием охраны пропускать их? И почему в монастыре так часто стали появляться люди молдавско-румынской национальности, к которой имеют честь принадлежать владыкой архиепископ Викентий Мораль и наместник Игумен Феодосий Гажу? А разве просто досужие слухи, что в монастырь из ближайшего городка, Среднеуральска, стала наведываться молодежь, чтобы приобрести дозу? Что вы на все это скажете, иеромонахи? Авксентий, Мордарий, Стефан, Пантелеймон, Феодосий, Демен, Серафим? Вы ничего этого происходящего на ваших глазах не видели? Вы об этом не думали, находясь в послушании и совершенствуясь в смирении? А что думали вы? А что думали вы, все люди? Какими-то узами, связанные с монастырем, тоже видевшие и молчавшие? Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение 3 глава 15-16 стихи. Считайте во всем этом, в кавычках, монашеском делании, вы не будете соответчиками? Не надейтесь, будете. И следующее возмездие, как Божие благословение, пойдет уже не на здание и сооружение, а на вас самих. Кавычки закрыты, иеромонах Евгений Пампура. Иов, 5 глава, 17 стих. Блажен человек, которого вразумляет Бог. И потому наказание вседержителево не отвергай. Псалом 13-4. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Ефесянам 4 глава 17-18 стихи. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи поморчены в разуме. Рабом беспечности совсем нетрудно стать, всего лишь разжиреть по безразличию. Взгляд заведет на злачные места, потянешься, куда уклон покличет. И вместо выпивки шикарных лимузинов, слезами-гольками оплачешь кандалы, как мог плести за юбкой рот разинув, легко разиней на века прослыть. Раб алкоголя, матов, табака, легко всосет детища и наркотик. Так запросто в тугой попасть капкан, потенциал из тьмы легко накоплен. И рад бы с гневом тотчас распрощаться, не тут-то было в дамках быть рабу. Не со Христом стал злого дела частью, привычки подлые до смерти и забьют. Раб вожделение, угождение плоти, не первый на опаснейшем пути. Сам сатана, приветствуя, прихлопнет. Пренебрежешь молитвы и посты. На прошлое потянет на аркане, бесовский бич погонит к обрезанию, и христианское бесследно скоро канет, и захлебнешься горькими слезами. Есть выбор каждому — устроиться рабом, греху смердящему, блевотине собаки. Дым изо рта поднимется столбом, и окочуришься, как пес на общей свалке. Пишу с утра не для пустой острастки, но страхом Божиим желаю обуздать и вывести из рабства к Божьей Пасхе, дабы уверовав, не повернул назад. Рабы Христа, рожденные в свободе, надкушенным и чуждым не плечайтесь, чтоб быть Христу и при исходе годным, не встретиться с тюрьмой и палачами. 19 июня 2008 год. Игнатий Лапкин.